Наконец выбираемся на окраину поля и оказываемся на левом фланге контратакующих. Быстро окапываемся и открываем огонь. В густых цепях гитлеровцев сразу же замешательство, не ждали удара сбоку. А танкистам не до пулеметов, наши артиллеристы бьют по ним без передышки. Да и заметить нас не так-то просто. Вскоре и наши танки с места от противотанкового рва открыли стрельбу. Вижу, задымила одна стальная серая коробка. Другая, на броню вылезают танкисты, не всем удается уползти, а пехота все чаще залегает. Чувствую, вот-вот дрогнет, повернет назад. Наши стрелки поднимаются во весь рост, сближаются с противником. Я сменяю пулемета Сашу Зайцева, а он шепчет, давай, командир, брей их гадов, брей. Вдруг мои руки помимо воли ослабли. Зайцев тоже замер в оцепенении. Со стороны города беспорядочной толпой бежали женщины, дети, мужчины. Они устремились к балке, из-за которой выдвигалась наша пехота. Я понял, фашисты хотят прикрыться беззащитными людьми. Стрелять нельзя. И вдруг толпа бросилась в рассыпную. Люди падали, вскакивали, снова падали. Зайцев закричал, стреляй, лейтенант, спасаются наши, стреляй. Я нажал на гашетку, стараясь прикрыть огнем беззащитную толпу. В это время батальон Василия Никипоровича Тушева вслед за гитлеровцами ворвался в северную часть города. Мы поднялись и мимо чадящих танков, трупов в мышиного цвета мундирах, потащили свой Максим к ранним каменным домам, из которых яростно отстреливались фашисты. Продолжение следует...